привет а благодаря прямому эфиру я понял что мои усы слишком большие надо осторожнее пить коктейль привет ой наушники я думаю что то не хватает у меня в ушах вот теперь хватает похоже сегодня у нас будет необычный эфир привет марина ну я вам признаюсь короче честно для меня водолей это самый загадочный непонятный знак сколько я изучаю водолеев закономерность между ними минимальная вообще вот чтобы сказать что о ты водолей я легко могу сказать что ну да там у нас протеин бананы короче очень легко сказать что человек дело вот тут настолько это видно ну дело мы же изучали делу там такая блин понятная практичная вчера мы говорили про козерогов козероги это суть трудоголики овны но тоже могут там чего угодно пробить лбом стены ради своей цели тельцы которые любят удовольствие там близнецы которые все время бегают там куда-то опаздывают в хаосе там что-то собирают там раки которые кого-то консультируют советуют там что-то с семьей возятся не знаю львы которые управляют кем-то которые постоянно кому-то что-то указывают там и весы которые своих каких-то там размышлениях мечтаниях которые каждый месяц обнуляются и становятся новыми но остаются весами у скорпионы я уж ничего не буду говорить вот стрельцы тоже у нас такие товарищи что делают водолей ну я знаю три вещи вот которые я заметил за время наблюдений первая штука водолей они чаще интересуются более такими общественными вещами как бы общественными событиями мировыми чем чем-то узким и чем-то своим таким то есть на них очень сильно влияют мировые тенденции ну вот например гринпис да вот там кто-то там спасает китов очень много водолеев в этом участвует вот в спасении мира вот есть такого них черта не скажешь что они фанатики просто им нравится масштаб все-таки это сатурнянский знак второй момент которая заметил за водолеями в отношениях у них очень необычная черта есть они вообще не сильно то любят в брак вступать но вообще вот эти документы им нравится быть свободными не и непривязанными и вот все эти революционные вещи в отношениях типа шведской семьи там еще что-то это придумали водолей то есть смотреть на отношения не в таком архаичном понимании этого слова что там нужно быть свободным там нужно быть путешественником и и бывает что водолей не стремится к семье ему хочется как-то чтобы его свобода сохранялась вот вот есть такая вот черта которую я в них обнаружил водолей очень хорошо общаются с людьми у которых есть власть у которых есть возможности и деньги у них есть реально талант вот по 11 дому душа 11 вот это вот быстро налаживать очень серьезные и такие хорошие связи и они как бы настроены как и рыбы на что-то такое вот большое цельное но могут каких-то деталей не видеть кто у нас водолей напишите водолей это у нас цифра 11 в первом доме именно о у меня как раз это мама водолей как раз вспомнил ну что ты готова так давайте оля лекс и потом может быть у меня чубы и нет и вообще знаете еще одна черта у водолеев они любят инновационные технологии они постоянно стремятся вот к последнему айфону к последнему выпуску там apple то есть это важный момент для них так олл ттм а вы водолей что-то я позвонил и не так я астромир давайте вас как интересно астромир по моему с вами не общался еще в общем они могут быть тоже и и философами и астрологами и астрономами то это как бы тоже связь с инновационными технологиями что ж такое у асцендент водолей олл и тем отлично я вам тоже наберу почему то не берут люди моя астромир вот звоню ничего не происходит они первопроходцы водолеи они первооткрыватели и они рисковые ребята и готовы на риск не меньше чем скорпион вот квантовая физика эти все области мая астромир не открывается давайте попробуем олл и тем пробуем вас давайте я надеюсь что связь позволит нам это сделать о что-то появилось здрасте здравствуйте ой отлично вы уже третий водолей которым я набираю и что-то происходит так а как вас зовут меня зовут руслан а как фамилия я запишу сова сова а когда вы родились дата двадцать девятая ноль девятая девяносто четвертого года время три часа дня 30 минут а три часа дня и 30 минут и город рождения харьков я пока провожу эфир это мой маленький обед вот такая жизнь в онлайне и полезно я только в эфирах начинаю узнавать когда мне уже надо бриться я просто сам это не могу узнать некогда жесть ох ё-моё у вас тут прям это четыре планеты в доме профессии такой прям интересный замес слушайте а вы здесь вышли к козерогом у меня по джотишу но ничего водолей у вас стоит во втором доме в финансах и там стоит сатурн ну обычно человек работает с какими-то крупными объектами это может быть могут быть компании это может быть управление то есть это может быть сфера финансов и это международные отношения вот и сфера промышленности тоже бывает развита ну хотя нам бы там пригодился бы марс но вообще сатурн отвечает за земельные ресурсы нефть и газ тоже мы про это не забываем но ничего мне сегодня повезет я отыщу водолеев а вы чем занимаетесь кофе ну в общем надо вам нефть продавать это будет лучше ну то есть здесь прям может быть и промышленности нефтяное что-то по марсу тут тоже идет очень интересные штуки логистика то есть вот этим всем в общем когда водолей во втором доме чтобы у нас область денег была заряжена нужно чтобы наши ну как бы часть денег нужно тратить на технологии то есть нужно не стесняться именно покупать себе действительно последний iphone нужно чтобы оборудование было потому что водолей именно отвечает тоже за инновацию вот и им когда у нас вот с этим все в порядке как ни странно это заряжает вот и здесь нужно крупные планы ставить сатурн в собственном знаке вы можете быть не профессионалом своей области но вам очень легко может доставаться какая-то должность достаточно высокая то есть вы если вы просто этого захотите и позволите себе что водолеи они умеют свое намерение правильно запустить в пространство у них есть талант того чтобы загадывать желание потому что они всегда на связи с миром в широком смысле слова и мы налаживаем дом денег когда мы заботимся о природе то есть здесь идут земельные ресурсы это у нас до берем в кредит 11 pro да правильно как раз вот сейчас это лучшее время вот ну хотя бы начнем с телефона да значит здесь хорошо помогать то есть земле рекам потому что это земельные ресурсы по сатурну идут вот таким образом мы это все поднимаем ну так в принципе спасибо что вышли я буду дальше искать водолеев хорошо спасибо огромное да был рад да до свидания ну зато дом денег посмотрели почему нет а вот что я тоже к этому стремлюсь я тоже хочу прокачать своего водолея у каждого водолей есть где-то в карте и когда мы покупаем что-то новое технологически мы это подтягиваем у меня мама по западу поведительская водолей а она рядышком елена марион если я наберу вам то мама сможет с вами рядышком сесть или как или она тут под другим ником мужчина на разборе пишут девчонки так не готова к эфиру ну что кто у нас тут еще водолей мой астромир вы там еще не созрели так пишем у кого 11 в каком доме у меня например водолей встал восьмой дом это такая радость это самый масштабный знак и он в доме астрологии и там же еще и раху который тоже это расширяет короче с такой штукой когда две позиции расширяющиеся это мне надо школу по всему миру открывать по астрологии если я иначе не смогу это соединение сбалансировать у меня потом придет раху и начнет с меня спрашивать араху он знаете как спрашивает ну своими бандитскими способами криминальными очень жестко прямолинейно и неожиданно поэтому мне лучше до этого возраста пока раху не настал ну такой придет такой так ну чё где у тебя тут связь с миром школы там я не знаю популярность счет там хотел ну вот но ничего что будем делать с этим и он начнет спрашивать с других домов с других планет понимаете это вот как и сатурн как и раху планетам нужен результат и они приходят и если мы этот результат не дали они начинают с нашей жизни спрашивать а потом начинают подтягивать тех с кем они в соединении это прям реальная разборка начинается но самая жесткая разборка это конечно сатурн когда приходит и устраивается десать и там реально все отхватывают что у меня такая час пошла это атмосфера как вот я в городе просто своем вырос он такой бодры на эти вещи точно можно так карту трактовать так сказать говорить о я вижу что у тебя перепалка в четвертом доме сатурн забил стрелу марсу и у них там прям все очень серьезно война будет длится столько-то месяцев значит сатурн хочет это марс то вот их нужно развести вот а астролог он получается у нас смотрящий наверно что-то плохо влияет на мою психику вот ну вот это просто как такой образ реально они друг другом разбираются эти планеты сейчас с собой наушников нет так ну что давайте рискнем вас иришка рифма ну а потом дальше идем интересное интересно сегодня просто такое настроение сегодня еще транзит марса он какие-то такие интересные ощущения вызывает в голове я сегодня кстати про транзит этот вчера еще выложил так я буду говорить я буду говорить очень мало очень мало фамилия фамилия андрей янкова у меня помыл андустан вылезла а иришка а иришка есть есть сатурн двенадцатом доме переезд за границу задача задача или жить три четыре месяца в году связь с венерой хорошая хорошая управление людьми политическая соединение когда человек с разными людьми умеет это делать сатурн сатурн организационный в периоды сатурна сатурна страх одиночество смерти смерти потерь потерь каким качеством гордитесь ну наверное терпением на самом деле многое могу стерпеть это точно это точно но если уже терпение все конец лучше убегать будет плохо эмоции до под контролем была конечно жесткой а так до терпение наверное больше мне нравится мое качество а ну еще наверное доброта скорее всего потому что прощаю всех до обиды не забываю к сожалению сатурнянцы водолеи они же терпеливые и очень много из них гримписовцев и вегетарианцев какого качества не хватает другим другим наверное доброты мне кажется понимание других целеустремление скорее всего мне кажется бросает на полпути я сама по себе знаю что иногда я тоже так поступаю ну и замечаю в других такое то же самое что бросает на полпути свои достижения что для вас было для вас бог 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 не знаю наверно создатели всего и всех это кажется это что бог есть мы есть в каждом не так кажется я сильно так об этом не задумалась но я отношусь к нему как тому кто вот создал все что есть живое надо ценить это уважать это так отношусь спасибо спасибо с уважением скорее спасибо спасибо вам спасибо спасибо вам все спасибо правильно кристина пишет она разгадала мою хитрую схему когда я спрашиваю чего не хватает другим мы всегда говорим о себе действительно водолеи из-за того что они сатурнянцы они очень терпеливые но они очень принимающие потому что они реально хотят спасать кого-то и они более принимающие чем козероги то есть с ними можно это как-то договориться вот и здесь интересный момент вот как раз было сказано и ириной что она верит в создателя и не все знают но отношение к богу может быть таким как сказать не то чтобы правильным неправильным но мы не совсем знаем кое-что вот если по древним трактатам был брама вишну и шива потом из этого появилась уже троица наша и знаете что интересно люди бывают молятся но богу там или медитируют но они могут это делать для брамы абрам брахма это тот кто создал мир и он все он создал его и он создатель но он не является как бы основным богом он тот кто его породил и мы молимся ему есть еще вишну это тот кто послан на землю как аватар вот все кто приходят да там иисус будда вот это та самая энергия и многие поклоняются ему вот а есть шива это не проявленный бог это само сознание и кто-то верит в него и в общем если это кто-то из из и строится то от этого и складывается мыс мышление человека кто верит просто в создателя это люди которые видят бога в материальном вещах те кто видят бога вишну своем учителе они ну как бы привязываются душевно и могут фанатеть именно провозглашать как бы его богом и ну сами знаете да как в религиях происходит вот и из-за того что недостатка веры к непроявленному богу который тоже присутствует а если мы просто в непроявленного бога верим то мы не осязаем ничто вокруг мы не понимаем для чего нам этот мир и он реально для нас иллюзия и вот три вида шизофрении у нас раскрывается с такими делами вот такие интересные моменты мне пришли в голову у сына водолея раху в одиннадцатом доме дебилитирован что это значит вообще когда раху в сатурне это положение стрессового менеджера человека который может конфликты решать у него есть в этом талант когда сатурн в падении то это человек который должен выходить за рамки своей кармы и своего предназначения то есть наоборот нарушать некоторые нормы принципы и свои правила когда наоборот сатурн в экзальтации то нужно им следовать а когда на впадение это значит прошлых жизней человек слишком следовал какой-то своей идеи цели и пошел по головам поэтому в этом в этом воплощении у него сатурн может быть в падении это вот мои наблюдения так вот те кто отправили участие вы водолеи или просто вы отправили юпитер водолеев 12 доме сатурн скету в 11 сатурн скету дает такое вот очень узкое направление и человек зацикливается на деньгах на работе и как бы получается сатурн уходит 12 дом это может быть как связь за границей онлайн бизнес так как там юпитер это инфобизнес то есть скорее всего связано все-таки с продвижением интернете нужно учитывать это своей профессии про чтобы это развивалось и переезд за границу конечно да вы как вы пишете он совпадает юпитер в водолее в девятом доме вот вы знаете когда водолей в девятом доме то это человеку хочется верить в мирового лидера то есть именно в учителя который мирового масштаба и чтобы это все-таки был резонанс на весь мир что-то очень большое мы вдали просто туда не зайдет в этот девятый дом он там ищет что-то серьезное проверенное и большое движение вообще сам хочет создать так как такое вот такая интересная штука так ну что ну как я говорю кету водолеи создает ограничение водолей стремится наоборот наружу что-то и менять он такой мирный воин принимающий но воюющий кету это аскет то есть с одной стороны это может вызывать фанатизм кету водолей какой-то узкая направленность своих идеалах с другой стороны ограничивать наоборот область развития водолея и тоже замыкаться на чем-то своем луна в водолее в восьмом доме ух получается восьмой дом сам не очень хорош для луны потому что там она вся беспокойство в в волнениях в ревности там а водолей он еще и и эмоции охлаждает и сатурн да и не позволяет их выразить то есть водолей еще может раздуть эти эмоции и все это внутри человека который может не всегда быть выражена наружу то есть если он будет у нас прокачан и человек будет изучать себя эзотерику он будет смотреть цельно на это как это делают водолеи и луна не пострадает а если человек не изучает себя то то он вместо цельного общего видения наоборот расширит это из мухи сделать слона вот такая штука вот интересно да так ну что кто у нас еще пробудился узнаете так как мы говорим о помощи и мы говорим о водолее который помогает я хочу вам сказать что благотворительность очень опасно и я замечал водолеев что они уходят в какие-то движения чтобы просто убежать от себя и когда человек помогает кому-то он тешит свое эго в первую очередь знайте что мы все делаем ради себя и когда мы не можем помочь себе то начинаются эти кошечки собачки и все подряд то есть начинаются эти всякие клубы какие-то которые спасают то есть человек не стоит на ногах но он всех спасает и внутри себя как бы мы чувствуем что вот а вот елена марион сейчас зайдем что я молодец но помогая раковому больному с которым вы даже не знакомы очень плохая идея вы вмешиваетесь в его судьбу надо лично ну хотя бы знать историю человека не просто там отсылать куда-то деньги когда я проводил курсы я много видел раковых больных и я видел что есть люди которым реально нужен просто маленький толчок немножко уверенности они уже почти справились и им нужно реально помочь а есть были люди вот которые были как черная дыра я с ним общаюсь я понимаю что он ненавидит себя ну и получается мы он хочет чтобы его вытащили но он не хочет поменяться и в итоге все вместе мы сбрасываемся и что происходит человек выздоравливает но его характер и он просто становится невыносимой его душа она начинает гнить потому что ему дали болезнь для чего чтобы он перестал осуждать себя но это в этом случае случаев может быть миллион а он не хочет это делать мы ему физически помогаем и дальше рушится его судьба понимаете то есть я думаю что помогать нужно но благотворительность она очень опасно если бездумно это делать мы можем сильный удар сделать по своей энергетике и по своему финансовому благополучию поэтому очень будьте внимательны это поддерживающая энергия она она может очень сильный резонанс вызвать в вашей жизни если вы помогаете не тому или этот человек у вас не откликается я просто молюсь за людей не стоит помогать если тебя не попросили вот это тоже хороший момент так елена марион так заходим к вам вот такая вот идея возникла поэтому задумайте чему вы кому-то помогаете здрасте здравствуйте 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 ну что как вас зовут меня зовут ирина ирина как фамилия удовиченко когда вы родились 31 декабря 1953 года так а время вот время а мамочка мне не сообщила что ж сегодня за день такой а хе-хе-хе-хе хе-хе-хе хе-хе тут получается 53-й год это через 2 года умер Сталин слушайте но я не смогу посмотреть карту без времени Но если вы хотите узнать время, в директ можете написать «Я посмотрю ректификацию». Ну, то есть, это можно вычислить. Да-да-да. Вот. Так что, хорошего вам дня. Спасибо. Спасибо. Да, до свидания. Ну, раз у нас прямые эфиры, и я ничего не вырезаю, так что у нас все будет вживую, как есть. Я ни с кем заранее не договариваюсь о встречах, поэтому у меня все в настоящем моменте, и что дальше будет, я не знаю. Похоже, бывает, стараюсь просто делать полезные поступки, и это чаще не комплимент. Скорее, правда, которая чаще стресс, как для человека, так и для меня. Лобода Татьяна, а мы же, по-моему, давайте посмотрим, кто вы. Я вас, по-моему, смотрел. Не, вы Скорпион. Так, хорошо. Вообще, еще в плане профессий, что подходит водолеям? Как я говорил, инновационные технологии, все, что связано с научной деятельностью, тоже подходит. Где вот есть вот эти открытия, то есть, ну, понимаете, да? Вот ядерная энергетика, физика, электричество, Тесла, вот, компьютеры, телевидение. То есть, медиа, оно тоже отвечает за водолеев. Водолеи, они очень легко приобретают популярность в своих кругах. Они масштабно мыслят и масштабно могут выражать свои мысли. То есть, это самый масштабный знак из всех знаков зодиака. Поэтому его так трудно описывать. Потому что он не совсем осязаем из-за своей вот этой вот широты. Ну, а так как это земельные ресурсы, то, естественно, нефть, газ, а обнаружение месторождений, минеролог, все эти всякие штуки подходят. Вот. Я заметил, что когда мы помогаем без запроса, то мы вторгаемся в чужое пространство насильно и в итоге расплачиваемся своим благополучием. Вот. Ну что, интересно, у меня мама водолея, она у меня как раз была в эфире. Слушай, надо меня выручать, потому что что-то сегодня сложно. Водолей в пятом доме, ну, пятый дом, кстати, дом будущего, дом инвестиций в будущее. Здесь нужно уметь правильно сфокусировать свою цель, и в периоды Сатурна она хорошо будет реализовываться. Водолей в пятом доме с Раху. Ну, Раху обычно дает страх при рождении детей и какое-то недоверие к партнеру. Вот. Через него нужно проходить. Бывает страх за то, что с ними что-то там произойдет. Ну, понимаете, да? То есть, по-разному. Так, ну что? Савина Лиана. Хорошо. Вы тоже у нас водолей? Не помню, я смотрел вас. Лиана. Давайте порискнем, раз у нас никто не появляется. Не присоединилась. Так, хорошо. Так, посмотрим, кто у нас еще есть. Так, так, так. О! Так, ну что, я тогда маме своей наберу. А что делать? Каждый эфир – это что-то непредсказуемое. Надо что-то придумывать. Вообще, вы знаете, у меня задача сделать около 200 эфиров, где мы разберем всю астрологию. Как вам идея по водолею? Зацените. Мы посмотрим все аспекты астрологии вот так в онлайне, чтобы вы вживую увидели и убедились, как это все работает. Не какие-то там закрытые вебинары, где все прописано. Или непонятные какие-то, знаете, там PDF-файлы. А вот мы с вами общаемся, размышляем вместе и делаем эту историю. Наблюдаем за транзитами, за периодами. И это и есть жизнь. То есть мне нравится такой подход, когда это все не всегда спланировано. Так, как меня слышно? Привет! Привет! О, клево! Сегодня как-то с водолеями вообще. Очень, вот. Я решила выручить тебя. Ну да, что делать? Столько зероги, что водолеи, они все, видать, заняты. Сатурнянцы, они такие. Кстати, Сатурн отвечает за время. И они очень щепетельно к времени относятся. То есть не любят его тратить на всякую астрологию. Но получается, что у тебя в первом доме водолей. Да. А во втором доме стоит Сатурн. Естественно, там, где у нас стоит основная планета, которая управляет первым домом, там все беспокойства человека и все его стремления. Ну, как и когда мы Луну смотрим. Но так как это деньги, материальный план, то Сатурн от начала до конца жизни ставит этот вопрос в деньгах. Как же мне там быть? Как мне их сохранить? Мне нужно больше работать. И вот эти все вещи. Но не стоит забывать, что Сатурн стоит в рыбах. А Юпитер-Сатурн – это учитель. То есть тот, кто может обучать, передавать знания. И действительно, ну, ты умеешь это делать. И рыбы еще дают намек на все-таки, опять же, онлайн-деятельность. Потому что как бы рыба – это 12, и это сигнификатор 12-го дома. Ну, то есть элемент, часть работы может быть через онлайн. Рыбы еще говорят о путешествиях. То есть может быть связь и с заграницей, ну, и с клиентами из-за границы. И так как у нас тоже 11 водолей – это у нас инновационные технологии, то тоже есть такой намек. И вот этот сам Юпитер у тебя стоит с Венерой, дает лакшери-йогу. Ну, я уже тебе рассказывал про инвестиции. Но вот эти вот всякие йога-центры и духовный план по Юпитеру, эзотерический, он открыт. То есть Сатурн, он здесь может быть реально как администратором этих процессов. Сатурн, он контролирует, он с Юпитером вместе может обучать, организовывать. А Юпитер дает как бы инфобизнес, информацию, которую можно продавать. Ну, а так как Юпитер – планета достаточно духовная, а Сатурн масштабная, то мы видим какое-то тоже и эзотерическое направление. То есть оно тоже здесь возможно. Ну, а если убрать эзотерику, то это просто структуризация бизнеса, организация бизнеса. Ну, как бы в целом. Но ты как координатор очень хорошо себя можешь проявить. Вот такие дела. В бизнесе я никогда не работала, ну, ты знаешь. То есть если это открыто, это можно прям вот смело идти и… Да, ну, ты же вот начала интересоваться инвестициями. Получается, у меня мама-то занимается с детьми и вокалом, и фортепиано. Это же очень необычно, что в какой-то из моментов ты взяла и начала инвестировать. То есть это не связано с твоей профессией. Это у тебя что-то пробудилось. Это какой год был? Ну, где-то два года назад. А? Два года назад. Это получается 2017 год. У тебя там появился Марс-Раху. А Раху, он вместе с Марсом дает как раз инновационные технологии, инновационные решения. То есть Раху начал тебя двигать в будущее. А так как Сатурн тоже связан с финансами, а Юпитер-Венера – это инвестиции, то по сути, ну, в идеале у тебя образование могло быть именно инвестором. То есть Венера дает творчество, и с Юпитером дает учителя по музыке. Но если это все перевернуть и посмотреть на Юпитер, то это инвестиции. То есть есть три варианта. Это учитель музыки Юпитер-Венера, Юпитер-Венера – это инвестиции, так как это лакшери-йога. И третий вариант, так как это у нас учитель, и 9-12 – это духовные знаки, то это эзотерический клан. Видишь, как интересно. Ну, ты как считаешь... Как это нужно собрать. Чтобы все-таки было понятнее, ты как считаешь, в чем больше всего проявляется водолей? Вот как его отличить от других знаков? Мне вот, например, непонятно. Я не наблюдала за водолеями, за всеми, но отличить... Какие особенности? Вот как выделить водолея? Наверное, я, например, ощущаю за собой, что я могу рисковать. Я могу... Легкое на подъем, и я могу идти смело в какие-то области, но легко. То есть мне интересно узнавать новое, и... Вот. Вот мне хочется пробовать. Совершенно далекие области, которые вообще не соприкасались со мной, жизнью, я могу легко в них окунуться. Я не знаю, что из этого получится, но вот какая-то вот такая вот... Желание вот такое уходить туда, где я не была совсем. Ну да, вот это реально в тебе есть, потому что водолей – это воздух, он очень быстро может перемещаться из одной ниши в другую, и реально соединять несовместимое. Вот мы еще добавим к водолею еще знания, это очень круто. И все инновационное, потому что ты пробовала инвестиции, сейчас ты обучаешься продажам. Это вообще никак не связано с учителем по музыке. Вот это и показатель водолея, я думаю. Каким качеством ты себя гордишься больше всего? Наверное, терпение. Да. Это сатурнянское качество. А какого качества не хватает другим для реализации? Для реализации? Ну, чтобы быть реализованными, счастливыми. Ну, целеустремленности. То есть доводить до конца намеченные цели. У меня тоже с этим не всегда получается, потому что у меня иногда хорошие идеи, но я берусь и потом могу не доводить. Вот эти вещи. Я считаю, что это самое главное, доведение до конца задачи. Ну, сейчас хороший момент на самом деле. Ты, получается, прокачала творчество Юпитер-Венера, ты познакомилась с инвестициями и зарядила Меркурий по продажам. То есть, как бы, ну, карта не всегда приводит сразу к деньгам, и у всех по-разному. Поэтому у меня тоже, я 20 лет занимался музыкой и одновременно йогой и астрологией, в итоге я астролог. Это значит, что не нужно людям переживать, что они работали в одной сфере и оказались в другой. Это, как сказать, та сфера, в которой мы работали, она создала определенные нейронные связи. Эти нейронные связи, они не относятся к музыке, они, в принципе, относятся к мышлению. И что, как это можно в практике применить? То есть, музыкантов, которые стали астрологами, ну, я пока не встречал. Может быть, кто-то есть. И, по сути, что мне это дает? Я, когда смотрю на карту, я до этого смотрел на ноты. Я пишу музыку, как гармонии разные. И у меня мышление, оно импровизационное. И я, как бы, карту воспринимаю с точки зрения творчества, а не математики, как это обычно происходит. И вот это музыкальное мышление, оно дает, ну, как бы, в чем-то необычную трактовку. Получается, мои нейроны, заточенные под музыку, переправились в астрологию. И они начали там видеть то, что, ну, может быть, другой астролог не увидит. А тот астролог, кто был физиком, я изучал одного астролога, очень крутого, он до этого был физиком-ядерщиком. Вот это вообще разрыв мозга. У него мышление, физика, и я прям там, ну, узнал то, чего я нигде не найду. И я всегда смотрю, кем был астролог до. И если у него была интересная специальность, то мне интересно его смотреть, потому что он своими нейронами мои нейроны обучит. Но в итоге получается, что если ты организовывала детей, после детей, как бы, легче организовывать взрослых, потому что это очень сложно. И само соединение в тебе творческого человека и йога, которой ты занимаешься, ну, создает именно личность, которая может уже какими-то проектами посерьезнее заниматься. То есть это нужно было пройти. Это относится ко всем. То есть какой бы вы профессией ни занимались, дайте себе оценку, что она вам принесла, эта профессия. Даже если вы не зарабатываете на ней. Какое качество характера и что она вам раскрыла. То есть мне музыка еще раскрыла быть раскрепощенным с людьми. Я же выступал на сцене. И мне, честно говоря, в астрологах не нравится их задротство. Ну, то есть включаешь астролога, интересные вещи. Он сидит там, то есть там с бородой со своей. И все думают, что они так должны выглядеть, так убога. Хорошо, сейчас современные ребята появляются, которые разговаривают. Сейчас современные ребята очень интересные. Как блогеры. Да. Не, но мышление от 90-х осталось, что астролог – это вот что-то вот рядом с батюшкой какая-то вот, или Кришнаит, или Инду. Ну, короче, вот смешивается в голове. Астролог – это другое немножко. И хочется разорвать этот шаблон. И уже это ведическое знание не давать так архаично и так ограничено. То есть я же вам рассказываю веды, но с точки зрения нашего времени вы даже, может, и не замечаете, что это из ведических писаний. Все мои знания, которые я передаю, это то, что я изучал и переменил в жизни. Вот. Просто не хочется вас грузить с этими Мишивами, Кришнами. Это нам не нужно. Ну, все-таки самый главный вопрос – как ты относишься к Богу? Что для тебя Бог? Я знаю, что Он есть везде и во всем. И... Но иногда я об этом забываю. Когда я это помню, мне легко. И тогда... Ну, я легко прохожу какие-то трудные вещи. Но когда я забываю, я погружаюсь в свои какие-то вещи, там, задачи, проблемы, я забываю и беру все на себя. Тогда тяжело. Тогда тяжело. Да. Просто ты перестаешь делегировать, а так как у тебя Сатурн выходит в 12-й дом, он создает... Там же Козерог? А Козерог-то конкретный знак. А когда конкретный знак связан с тонкими энергиями, то это от Бога все время хочется конкретики. Ну, типа, он себя проявил, вот он, Бог. А тут что-то не так пошло, и куда он делся? Да. И постоянное такое вот... То есть... Вопрос. Постоянный вопрос. Да. Хочется рационально понять. Да. Может быть, ты меня не слышишь, нифига. Поэтому это глубокий... Ну, вот все, видишь, со своим вопросом, у каждого по-своему это происходит. Вот во всех эфирах мы узнаем, что у каждого свои, как бы, проблемы в этом плане восприятия. У каждого знака это настолько вот индивидуально. Ну, в смысле, не только у тебя это происходит. Для этого не обязательно иметь Сатурн в 12-м доме. Там очень много другого есть. Ну, что, спасибо. Классно. Да. Интересно было. Да. Так что вот такие интересные мысли возникли. Очень круто. Да. Счастливо тебе. Так что? Да. До встречи. Я соскучилась. Я соскучилась. Да. Ну, ничего, я приеду. Пока. Давай. Так. Что-то не могу отключиться. Может, ты отключишься, у меня что-то не нажимается. А, вот. Ну, вот. У меня уже моя вся жизнь уже перешла реально в онлайн. Да. Восходящий? А можно с вами связаться ЛТЛ-1? Вы мне нужны, если вы восходящий. Да. Вот. Про нейроны реально интересная мысль. Понять, чему мы обучались. Это же и в отношениях то же самое. Одни и те же нейроны. Работают в отношениях. Одни и те же. И нам кажется, да почему все повторяется? Да потому что они никак не могут доучиться. Привет. Можно. Здравствуйте. Да, приятного чаепития. А я вас смотрел? Да, смотрели. А как у вас фамилия? Гордиенко. Да, я людей могу застать вообще врасплох. Это нормально. Да, да, я сменитила. Блин, ну что такое? У вас козерог. Да, тут не козерог, так я написала, что водоли во втором доме. А, там Раху. Ну давайте проверим. Сатурн, Раху. Это вот стрессовый менеджер положения. И Раху, инновационные технологии. Есть какая-то к этому страсть? Инновационная... В смысле, вы проверяете мой выходящий знак или что? Нет, нет. Второй дом денег. Есть ли в этом какая-то тема? Инновационные технологии, конечно, нравится все. Инновационные технологии мне нравятся. Инвестиции? Инвестиции во что? Деньгами? Не занимаетесь? Ну как бы так привлекает такое, да. А какая профессия у вас? У меня юридическое образование. Юридическое. По восьмому... Вам нравится оно? Честно говоря, я вообще его не вижу. Я работала два года в суде, это абсолютно не моя сфера. Больше так для жизни. Я понял. Ну что, у вас есть возможность работать через технологии Раху Сатурн? У меня недавно был человек с таким положением, он вообще спутниками занимается. Прикольно. Ну мне нравится... Вот сейчас я смотрю, выбираю себе тренажер для шпагата. Мне нравятся все современные технологии. Меня это очень привлекает. Ну вот. Получается, благодаря этому вы свой второй дом прокачиваете. Это тоже важное знание. Инновационное знание, вот это вот прокачивается как мой второй дом, да? Да. Да. Поэтому да. Это очень нравится. То есть там, где у нас 11, там должна быть инновация и широкий масштабный взгляд и работа. То есть масштабная. С таким Раху это нужно самому свое там создавать дело. С инновационными технологиями? Да. Ну, Сатурн еще в 12-м, через интернет все это, естественно, продается хорошо. Да, да, да. Так что вот такие дела. Ну, спасибо вам. Я дальше буду искать. Спасибо. А почему вы мне не спрашиваете вопросы? А вы не водолей. Я же спрашиваю только у водолея. Да. Я же... Витя, у меня такое правило. Да, вы не приняты. Ну что, я продолжаю быть в поисках покемонов. Реально, как собираешь покемончиков. Знаки Зодиака. Очень вы привлекательный и интересный собеседник. Слушать вас одно удовольствие. Да, приятно. Не переживай, учитель. Бицепсы в сторис. Все компенсируют. Ну, у меня просто сейчас период Солнца-Марса. Телу я уделяю, конечно, в два раза больше времени. Ну, я реально живу по периоду. У меня йога-воина в доме денег. И мне сильно захотелось всем заниматься там. Полгода назад я усилил там. Турники, бокс. Я хочу сейчас еще усилить. Короче, вот Солнце-Марс, это прям физика. И как бы вы когда чувствуете себя, вы можете без периодов это прочувствовать. Но это не всегда происходит. Поэтому, когда люди приходят, я им говорю, что в этот период лучше делать. Так. Глядя на сына, очень скрытный и по отношению к людям совсем другой, не как к семье. И в Бога не верит. Занимается астрономией. Ух ты! Любит смотреть на звезды. Профессия юрист. Вот это переход. Да, его вот этот вот Сатурн в одиннадцатом доме, наверное, дает эту астрономию. Как интересно. Вообще астрономы водолеи тоже неплохо. Это же реально взгляд во Вселенную. Круто-круто. Водолеи бунтари. Их нельзя заставить что-то сделать, пока сам не захочет. Согласен. А они воздух, они неуловимы. Вот видите, наконец-то мы... Ну, я очень рад, что мы смогли это как-то объяснить, этот знак. Мне реально было трудно. Они такие непредсказуемые, непонятные ребята-водолеи. Вот. Я водолей по западному гороскопу, возьмите меня. Не возьму, потому что вы по западному. Мне нужно по восточному. Ну, что такое, ребята? Доброе, бодрое. Так, если кто-то затерялся у нас, пишем. Вот. Я ищу водолеев. Водолей. Да. Что еще нам нужно знать о водолее 11 знаке? Так как это наши спасители мира, то есть они, для них очень важно мировоззрение, потому что если мировоззрение водолея, оно направлено на не те вещи, водолеи формируют мировоззрение масс. Я очень много видел водолеев-актеров и творческих людей, которые как бы пользовались своей популярностью. И возможностями, чтобы людям все-таки преподнести свое видение Бога и свое видение мира. То есть они вроде бы как бы в другой сфере, но из-за того, что они водолеи, то в них есть вот это вот желание поделиться своим мнением, мировоззрением, им хочется поддержки в этом. И чтобы мир глобально получил эту информацию. То есть они через популярность, через вот эту инновацию, через медиа достигают этого. У них есть такие возможности. Видите, насколько это интересно. Еще хочу сказать, что когда Венера попадает в водолей, Венера планета отношений, у человека реально есть чувство непривязанности. И он реально любит просто путешествовать, ездить вместе, но не любит, когда на его территорию заходят. Вот, очень хороший вопрос. Чем водолей отличается от близнецов? Оба стихия воздуха. Я вам так скажу. Вот они оба относятся к воздуху. Кстати, следующей темой после рыб будут стихии. И мы уже будем смотреть знаки зодиака в группе. То есть стихия воздуха, стихия воды, там, рак, скорпион, рыбы. Как они проявляют себя в карте группировками. И здесь я уже не буду искать какой-то один знак. Я буду смотреть всех подряд. Поэтому для всех хорошая новость. У меня теперь уже снова будет много людей. Потому что сейчас, видите, я все время в поисках. Чем отличается? Меркурий управляет близнецами. Близнецы, они тоже подвижные, как и водолей. Но они часто бросают дела на полпути. Потому что они берутся за все подряд. Водолей все-таки здесь более практичный, так как им управляет Сатурн. Дальше. Очень коммуникабельные меркурианцы. И они прям нетворкеры. Я имею в виду близнецы. Но их круг интересов достаточно близкий. То есть тот, кто вокруг них. Водолей же выходит на высшие круги. Он не стесняется этого. Он не боится сразу туда идти. Хотя близнец тоже на это способен. И третий момент. Все-таки близнецы часто могут менять. Менять свое мнение, как и мировоззрение. А водолей, если он уже зашел в вегетарианство или в Гринпис, то он будет этому следовать. Все-таки Сатурн, планета более четкая в этом. Знаете, я говорил про покемонов. Вот такое ощущение, как будто бы, ну, я не знаю, если кто-то их смотрел, это такие зверьки, которые при эволюции превращались в другого зверька. И вот там был Пикачу, который превращался в Райчу, так как он какие-то навыки получал. И я не хочу никого обидеть, но мне вот кажется, как будто близнецы, когда они эволюционируют, они превращаются в водолея. И это как будто Пикачу превратился в Райчу. То есть у них появляется масштаб, у них появляется конкретика, практичность. Но любой близнец может достичь уровня водолея, если он будет развивать в себе сатурнянские качества и качество водолея. Мы же не забываем, что мы можем прокачать все 12 знаков зодиака. И произойдет полная эволюция нашей карты. Вот. То есть в этом есть их отличия. Спасибо. Очень крутой вопрос. Судя по описанию, я точно водолей. Ну, не зазнавайтесь. Вот. И самое главное, что я бы посоветовал водолеям, это все-таки видеть то, что перед вами. Вы настолько действительно устремлены к новому, устремлены к будущему. Вы хотите все объять, но рядом с вами есть любимый человек, рядом с вами есть семья, рядом с вами есть люди, которые нуждаются в вашем мнении. Не только о том, что происходит в мире и куда нужно стремиться, а вы действительно ведете за собой. А им нужна простая, простая теплота. И иногда водолеи, устремляясь к каким-то своим идеям и желаниям, они просто перестают чувствовать вот эту простую, приятную и очень понятную жизнь, в которой есть простые вещи. Как бы им нравится все-таки все немножко усложнять. И они перестают ценить что-то такое простое, легкое. И знаете, если у вас внутри есть кардинальное желание очень сильно поменять свою электронику и переехать в другую страну, просто купить что-то новое, что-то поменять, но вы хотите сделать это внешне, без внутреннего аспекта, то это большая иллюзия ума, который, меняя обстановку, на время себя обманывает в том, что он поменял себя. И так люди меняют партнеров, они меняют работу, меняют страну. Ну, не стоит забывать, что переезжая в другую страну, переезжая к другому партнеру, в его там квартиру, вы переезжаете туда с тем же самым умом, который не изменился в процессе переезда. Поэтому это абсолютно бессмысленно. Пускай этот ум переедет в другое место и туда заедет новый ум. И тогда вам не надо будет ничего менять. Эта техника сложнее, но намного круче. Мы меняем свое мировоззрение, мы меняем себя, и все эти предметы люди, они сами просто возьмут и сменятся. Картинка начнет меняться, потому что мы управляем ей изнутри. Это и есть управление пространством. Вот, понимаете, насколько это вводит нас в иллюзию, что, о, я же что-то делаю, я куда-то стремлюсь. А зачем ты туда стремишься? Может, ты не стремишься? Может, ты от чего-то убегаешь? Может, для этого тебе надо столько денег? Или столько разных отношений там? Вот оцените это. Какая у вас сейчас цель? Цель, связанная с вашим развитием? Или это цель для того, чтобы убежать от себя? В этом главный вопрос. И самое сложное это обнаружить, когда ты помогаешь другим, когда ты стремишься к новому, к инновации и спасаешь мир. Это самая большая иллюзия в том, что ты растешь. В это время можно очень сильно и глубоко деградировать. Потому что спаситель, который сам тонет, никому не нужен. Для начала нужно понять, кто мы. И тогда наша помощь, она будет более качественной. И это действительно создаст резонанс. Если вы изменили свою вибрацию, то люди не в вашей вибрации, они отвалятся. Поэтому если рядом с вами все тот же человек, который не уходит, значит вы не вышли на новый уровень и вам кажется, что он не вашего уровня. Поэтому все должно происходить естественно и по природе. Меняйте себя, а мир вам даст лучшее. Вот такое послание. Ну что, всем спасибо. Завтра у нас рыбы 12, первый дом. Жду, буду вас искать.